Свою первую работу «Рыжий кот» Варвара Гусельчикова нарисовала в полтора года. Сейчас в коллекции девочки не один десяток произведений. Каждая картина – это яркое отражение ее увлекательной жизни и мечтаний. Помимо того, что она рисует и лепит, юная художница занимается танцами и создает дома мини-интерьеры. Родители приветствуют творческое начало дочери, и данная выставка стала ее первым крупным проектом. Просто мы хотели как-то простимулировать своего ребенка, потому что мы видим, как она стремится, стремится к творчеству, стремится показать именно в рисунках окружающий мир. Поэтому мы решили как-то для нее сделать такое открытие, чтобы она почувствовала, что да, стоит продвигаться дальше, и вообще ее мечта стать художницей. Как говорит Наталья, их дочь – живой пример того, как искусство может раскрыть личность человека. Все семьей они часто ходят на концерты, посещают театры и многие культурные мероприятия, стараются с детства приучить Варю к высокому искусству. Всего на экспозиции представлено 35 творений Варвары. Это картины, различные аппликации и работы из соленого теста. У нее это пошло уже с годика, когда она просто брала пальчиковые краски, создавала какие-то элементарные композиции. В полтора года она нарисовала уже первую свою картину «Рыжего кота», и все впоследствии уже пошло. Потом она уже начала свои путешествия, и все ее путешествия выливались уже на бумагу, благодаря краскам, фломастерам. Четырехлетняя Варвара своей выставкой призывает горожан творить и наслаждаться жизнью. Стоит отметить, что после выставки родителям девочки поступило предложение о приобретении одной из картин. Вообще вот в настоящем мире цифровых технологий, я думаю, что родители забывают о том, что есть творчество, есть музеи, есть театры. И стараются давать как можно больше планшетов, айфонов, смартфонов для того, чтобы дети их не трогали, дети им не мешали заниматься работой. Но каков будет результат, нужно подумать. Если это планшеты, айфоны и различные гаджеты, то это может привести к тому, что ребенок будет в играх просто-напросто забываться и забывать о каких-то моральных своих. Началах культурных. А если он будет свое настроение выливать в творчество с помощью красок, то это, конечно, я думаю, что прекрасно. Елена Фирсова, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска. Продолжение следует... Продолжение следует...